СМЕРТИ МИРСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ Она не за горами И придёт Когда-когда не ждёшь Человек смертен и смертен внезапно Поэтому Нас, христиан Это, во-первых, не пугает Потому что это естественно Нет человека, который бы не умер Если бы кто-то не умирал Это бы нас заставило бы волноваться Ух ты, ух ты А может быть я тоже не умру А что сделать, чтобы не умирать Покажите методы, покажите средства И там жизнь свою положена на то, чтобы достичь Бессмертия земного бытия Хотя, мне кажется, достаточно Скучная и ненужная опция Учитывая падшись Греховность, болезненность нашего мира Но Все мы смертны И, соответственно, надо просто принять это Как данность и перестать её бояться Если кто-то её боится Надо понять, что именно тебя ужасает То, что ты уйдёшь в небытие Ну, как уж небытие Мы верим, что человек созданный бессмертным А бессмертность не может быть уничтожена Иначе бы и бессмертные ангелы были бы уничтожены Которые стали бесами И мы бы с вами бы Ещё непонятно В каком состоянии находились бы Если бы души наши были смертны Но мы бессмертны Даже если мы этого не хотим И придётся коротать вечность В том или ином состоянии души Которую мы приобретём здесь и сейчас Не в аду Не в раю А находясь в состоянии Богообщения Царства Божьего Или в состоянии Богоборчества Человеконенавистничества По смерти Приобретается на всём при жизни Поэтому главная для нас задача Жить так, чтобы не было мучительно Больно С бесцельно прожитые годы Но не в атеистическом контексте Эх, памятник мне не поставили Улицу в честь меня не назвали Дерево не посадил Детей не родил Жизнь моя бесплодна и пуста Бессмысленна и беспощадна Нет А в том смысле Какие качества души ты приобрёл Похож ли ты на Христа По его человеческой природе Хоть чуть-чуть Любовь к людям Не эмоциональная, а деятельна Была ли Об этом речь Поэтому спешите делать добро Спешите жить социально активно Спешите совершенствовать свою душу Избавляясь от гадости Переобретая Радость Сладость Счастье Любовь Свет Всё то, чем есть Бог Будьте в благодати Несите в благодати Окружающим И как говорил Преподобный Силан Афонский Держи ум Своего Ади И не отчаивайся То, с одной стороны Мы понимаем, что мы Греховны настолько Что Царство Божие Не заслуживаем Но, с другой стороны Поднимаем, что Бог Будет нас судить Не по справедливости Не по правде Не по закону Даже не по Евангелию А по любви По снисхождению По терпению По милосердию Своему К нам И это утешает Это не даёт Нам отчаиваться Понимаем, что Недостойны Но понимаем, что Господь Выше Нашего недостоинства И мы Можем получить Даром То, что Невозможно Заслужить Исполнением Закона Как об этом Неоднократно Пишет Апостол Павел Память о смерти Должна нас Остановить От греха Воистину Если бы Не было Загробной жизни Если бы Не было бы Бога То мир Очень быстро Переводился бы В ад Сейчас ещё У нас Ничего так Может быть Намного хуже Несопоставимо хуже Человек без Бога Мерзок Ибо всё позволено Если нет награды Если нет наказания Всё позволено Совершенно всё Я вас уверяю Скатиться вниз По горке Намного проще Чем Корабкаться по ней Особенно Когда речь идёт О духовных Реалиях О духовном труде Устраивайте Сколько аварий Сколько инсультов Сколько Смертей Внезапных Неожиданностей Неожиданных Поэтому бояться Не надо Рано или поздно К нам в жизни Это придёт И жизнь Нашу земную Остановит Просто не надейтесь На авось Не надейтесь Что А Пронесёт Организовывайте Свои земные дела Говорите Правильно Говорите с людьми Так А будут Последние слова Которые ты ему скажешь Может быть Тогда задумайтесь О том Стоит ли Сейчас ругаться С родителями С детьми С мужем Или женой Или даже С каким-нибудь Грубияном В очереди Стяжите Дух мирен Это очень важно Торопитесь Жить Красиво Благочестиво Светите Другим людям Об этом Этому Нас учит Внезапность Нашей смерти Но бояться Не надо Ибо по смерти С Господом Будем Аминь Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!